Здравствуйте еще раз всем. Кто меня не знает, меня зовут Юлгус. Кто меня еще не знает, не знает. Окей. Я хочу засвидетельствовать благодарность Богу, что Он нам прекрасной, спокойной жизни не обещал. Но Господь всегда рядом, и в этом и есть Его слава, что Он никогда не оставит и не покинет. Аминь. У меня произошла ситуация, что я купила себе два кондиционера, достаточно хорошая компания, за великолепные цветы, это Шарм, и они очень тихие, я знаю это. Я их купила в марте месяце, но открыла я их только через три месяца спустя. На моем ресити-куле написано, что полный потрат кондиционеров, это 15 дней магазина, все остальное это сервис. Сервис я купила только на один кондиционер на год. Мне их два. В итоге, через три месяца, когда я их открыла, я захотела установить, потому что погода не позволяла до этого, я увидела, что оба кондиционера вообще терпичат. То есть они нигуда не годятся, они орут как не знаю кто, а второй вообще был просто вмятина. По-человечески хотела разобраться, как положено, знаете, по закону, позвонила туда. Но в итоге я нарвалась на то, что никто не хочет этим разбираться, и как бы пути, которые способствовали бы изменению ситуации, они в человеческом мире не работали. Развернулась я от этого человеческого мира, пошла в Господу, закрушилась, сказала, Господи, простите, пожалуйста, что я не сразу обратилась. Хотелось как по закону. Ну окей, ладно. Помолилась, отдала эту ситуацию. В итоге эти кондиционеры, слава Богу, спасибо пастыре, спасибо Анне, которые поддержали и все это отвезли-отвезли, вместе со мной разговаривали. Но Господь повернул эту ситуацию так, что эти кондиционеры забрали, несмотря на то, что вообще магазин не должен был этого делать. Плюс, как бы, их, можно сказать, поменяли, и ту разницу они не вернули ее сразу. То есть Господь велик. При этом никаких споров, никаких скандалов и криков вообще не было. Все улыбающиеся, довольные были, все в настроении. Мы еще там распелись, благословляли весь Бэтбай. И того, кто нам вез этот кондиционер, он был счастлив, что мы ему не дали типа, а просто его благословили и еще спели его на дорогу. В общем, благословляйте, отдавайте все свои тяжбы, все свои нужды Господу Богу. И Он будет их решать. Не надейтесь на себя. Аминь.